Эмоции после фестивальной недели вновь и вновь заставляют мальчишек и девчонок из команды «Спортивный атом» мысленно возвращаться на творческие площадки санатория «Решма». Хотя сначала не все получалось, Ирина Скакальна считает, что школьники достойно выступили на фестивале и завоевали звание команды Олимпийского резерва. Но главное – подружилась с ровесниками из других регионов. Я познакомилась с множеством ребят, к примеру, из Редкина, с Ваней и Мишей. Они очень прикольные. И из Острова Солнечного. Там дети очень приятные. Всего на фестивале за звание абсолютного победителя боролись добровольческие отряды из девяти регионов. Конкуренция была серьезной. Команды провели насыщенную соревнованиями неделю. Мальчишки и девчонки проявляли свои знания и смекалку в различных спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсах. Вообще я очень рада, что выпала такая честь выступить именно в 11-й школе, именно нашей команде, поскольку мы стремимся наших ребят развивать. Катя Гуренко отметила, что каждая фестивальная минута была пропитана полезной информацией, креативными идеями. Мастер-классы, походы, экскурсии, а также интересные встречи со знаменитыми спортсменами и деятелями искусств. Девушка считает, что опыт участия в волонтерском школьном отряде очень пригодился на фестивале. В нашей школе мы делаем всякие мероприятия разные для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году делали также день толерантности. В рамках фестиваля состоялась веб-конференция стартапа «Мыслим по-новому» для педагогов, где учителя обменивались опытом и делились идеями по развитию волонтерства в школе. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.